и здравия воины и сегодня снова рубрика пополнения в рубрике критика цельнозора но еще одно подтверждение того что любая критика цельнозор это клиника того кто критикует просто напросто два очередных клоуна решили меня обкакать но в итоге обкакались сами причем жидко поясню стрим 2 не очень уважаемых уже мною людей скажем так это игорь буинович и павел степанов на канале кто ты нет ну с одной стороны понятно собака лает караван идет но с другой стороны звуковые эффекты они тоже нуждаются в некотором комментарии конечно же рад что чем вам не говорят это накачка эгрегора накачка информационного поля и так далее но в ответ то надо тоже их этих людей соответственно также поощрить и поэтому давай сначала послушаем что они говорят а потом я прокомментирую потому что рубрика на поражать должна пополняться кем я только не был уже как бы то у нас валера крымский говорит что я циферка не вопросы говорю приезжает цифер к этому тебе нос сломает он что-то сразу перестал меня называть циферка и желание никакого не проявил уже кто только не мы с моной уже были рептилоидами тем там еще инсектоидами я посланец яхвы там от едем чувак в тюльняшке бородатый вообще странно тип естественно я там семикрыл пиндер и потом черномор и так далее но это понятно тоже клиника это я уже разбирал но вот пополнение в этой области и сейчас я поясню собственно почему я решил записать этот ролик он замечательно в конце я объясню для чего мне понадобилось это объяснение и сделаю интродакцию введение в следующий сеанс с этим александром поскольку вот эти люди подняли вопрос почему я все-таки опубликовал якобы там без некоторых формальности и так далее я сейчас все подробно объясню не кивоками общем фразами как вот эти вот двое чуваков а подробно и детально потому что вечер открытые скрывать мне ничего и я все детально объясняю и поясняю в отличие от игоря но об этом я поясню позже немножко итак послушаем что же они говорят на эту тему или нет вопрос ко мне игорь а кто тебя записал у масона есть такой человек зовут его илья цельнозор и вот я брал него интервью после этого интервью мы с ним общались в чате ну и все мои подписчики знают что я общаюсь с разными людьми с генералами с масонами с миллиардерами с миллионерами со звездами ну по крайней мере раньше общался вот ну потому что я занимался видеосъемкой рекламой продакшеном очень много разных сфер деятельности были рекламой замечательно если кто-то из этих двух людей претензии какие-то будет предъявлять как и агутин например что я цитирую авторское право нарушает так далее отсылаю их конечно же нахер но в части юриспруденции я их отсылаю к 1064 по моему статья но неважно гражданский кодекс где сказано что допускается цитирование в необходимом объеме для раскрытия замысла для дальнейшей работы уже самостоятельно то есть я могу процитировать некоторое произведение а потом его разобрать то есть авторское право якобы там без их согласия я использую это в роликах они меня костерят без моего согласия но об этом мы чуть позже сейчас поговорим но сначала все таки вот послушаем полностью их мозга высер иначе не могу назвать потому что ну игорь ругался в этом стриме матом прям ух ну я попробую быть на его уровне его терминами тем же сусалом тем же салом по тем же сусалом поехали бизнесом и маркетингом то есть я в своей жизни очень много чего перепробовал на самом деле был очень активным человеком раньше вот и меня там были фотографии короче что мы с этим самым ценозором в личке начали затрагивать тему масонства он там начал что-то писать насчет того что за ним следят там был такой момент когда у меня камеру отключают игру ну кто-то отключает камеру он начал говорить о том что за не спецслужбы следят игру ну как бы я раньше за деятельностью или особо не следил да мне просто порекомендовали подписчики взять у него интервью я как бы взял чтобы я у всех беру интервью когда тут у меня спрашивают либо просит да без проблем так в принципе и а потом я ему скинул где то что-то про масонов я думаю что он пошутил я ему скинул фотки свои там где я нахожусь с масонами то есть это знакомые мои в иерусалиме которые живут к которым приезжал гуф я клип снимал гуфу вот и из-за съемок мы так с ними контактировали вот потому что надо было снимать для фильмов всякие сцены а я оператор и видеомонтажер вот и скинул ему ради прикола он взял эти фотки выложил у себя в телеграм канале с надписью я раскрыл еще одного масона я вообще не понял о чем идет речь просто не вдавался подробности того что это за личность да то есть ну захотели люди узнать то есть о нем я рассказал о нем взял у него интервью а потом когда уже начал про него изучать и понимать что этот человек немножко параноид из-за его деятельности люди страдают на физическом плане я понял что это за человек и как бы ну и до сих пор знаю что и студии которые у меня в чате сидят на канале которые там ставят от него дизлайки и потом и тому подобное да великий воин света который борется с маткой родной маткой опять-таки так как я изучал психологию на практике я могу понять что если у человека есть какой-то внешний враг и он является каким-то женским именно женским проявлением то скорее всего этого человека есть проблемы именно же с в отношении женского пола да изначально идут проблемы с детства и человек вечно борется 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 с кем-то борется да то есть он никому не помогает но он борется то есть он вообще в позиции борьбы противостояния что означает что скорее всего у него в детстве были внутренние какие-то противостояние, которое он не мог их... То есть были какие-то проблемы семейные, детские, да, но он не мог им никак сопротивляться. И сейчас, когда он вырос, он начинает эту борьбу выводить из себя, находить какие-то внешних врагов, какую-то подоплеку по тем или иными вещам искать и вот с ними бороться. Опять-таки это мое субъективное мнение, оценочное определенное, да, основано на общении, на поведении и на поступках данного человека. Я их оцениваю со стороны. Плюс есть информация о том, что вот это вот его... Это психическое расстройство, когда человек начинает свою свою, как бы сказать, фантазию выводить из себя в реальный мир. Если из-за этого страдают люди, а есть такая информация, что один человек реально пострадал от этого человека, в плане того, что человек начал говорить... Ну ладно, он там сказал, что человек тоже масон, там был такой сеанс у него, это мои подписчики мне прислали. И там, что человек этот... Это уже такой, получается, как бы немножко неправильно, это не из моей природы, да, но... Ты не такой, да. ...на кого-то наговаривать, там, либо что-то рассказывать про блогеров. Но я хочу почему-то тему затронуть, потому что человек начал реально делать, ну, проблемы другому человеку. тем, что он начал... Это, конечно, не тема нашего стрима, я извиняюсь, что я вообще перешел на эту тему, просто человек начал реально обвинять другого человека беспочвенно, без вообще, без никаких доказательств. Доказательств говорит, что человек, определенный человек, сидел за изнасилование. Вы понимаете, что это такое? Это человек просто-напросто уничтожает жизнь другого человека. Представьте, что у этого, ну, у этого конкретного личности может быть какие-то в жизни проблемы из-за этого, потому что этого нету. У человека даже есть справка, что он несудим, а человек на него делает накладку. Ну, то есть, как бы он просто чужую жизнь начинает портить. Если бы он этого не сделал, я бы вообще про него молчал. Но так как он делает реально неправильное, неадекватное, по-мужски даже, какие-то из своей воспаленной фантазии вынимает свои какие-то вот эти вот проблемы с башкой и начинает этими своими фантазиями вредить другим. Вот это, я считаю, это уже вредительство. Это не воин света, это просто человек, которому нужно лечить психику. Если бы это был какой-то подросток, это ладно, это взрослый мужчина, с которого просто воспаленная фантазия. И это проблема. Вот. Я просто озвучил то, что у меня сидит внутри, накопилось, потому что это не есть хорошо. Вот так вот. Наверное, потому что тебя это еще лично затронуло за дело. Ну, во-первых, то, что он там сказал, что я мосон, он мне вообще по барабану. Да. Ну, как бы, то есть то, что у человека там просто воспаленная психика, это его проблема. Но если это не вредит никому остальному, если начинает вредить, то это уже, я считаю, что это неправильно. Я бы так бы мог выразиться про еще человек 12-15 блогеров, в которых у меня есть информация, что это люди совсем не те, которые на самом деле за себя выдают. Но опять-таки, пока меня никто не касается, меня это не... То есть люди не делают явно никакого зла намеренного, то про этих людей я буду молчать. Но есть как бы такая очень много информации, реальные доступные доказательные базы на людей. И если бы вы это все узнали, я уже говорил, что бы 90% блогеров, которых известных, вы бы просто подписались, когда бы знали, кто они такие. Ну, это не моя цель. Просто про Илю я это говорю, потому что, ну, меня спросили, я ответил, и плюс добавил свою точку зрения по одному из событий. Еще немножко? Сейчас Паша скажет. Ладно, что он там ко мне относится как-то. Мне вообще, вот комментарий, да, получается, что ты, Илюхе, не понравился. То, что я понравился, вообще мне его, его точка зрения, его мнение, его чувства ко мне вообще меня никак не беспокоят. Еще раз за три скажи, я поверю. Басон, иллюминат, или там, орептилоид, или еще кто-то, либо жидомасон, да, то есть мне вообще до фени, на самом-то деле. Самое важное то, что его действия, сейчас приносят вред другому человеку. Понимаете? Я бы забыл, ну, представьте, вот вас завтра, вы придете кому-то просить о помощи, а вам скажут про вас, что вы там шлюха, извиняюсь за выражение, там, да, либо там вы какой-то там убийца, да, и будут это выкладывать в интернете. Понимаете? Как это можно проигнорировать? А человек подает, что он какой-то там воин света. С кем он бьется, зачем он бьется, кому он нужен, с масонами он бьется, да кто его, его определить, где он находится, прийти, физически уничтожить, если он на самом деле с кем-то там борется. Вообще вот так вот, пять секунд, понимаете? Вот эти вот сказки, эти вот бред, вот этот вот с Ивой Кобылой, реально просто то, что на голову не натянешь. Просто я к нему по-человечески отнесся, я пригласил его на канал, то есть, да, озвучил его мысли, то есть здраво, адекватно, он на это повел себя чуть-чуть некрасиво. Опять-таки, я не такой человек, что люблю это все обсуждать, и, ну вот, как-то так. Я тоже слышал эту историю, эту ситуацию, и я не буду ничего здесь говорить, но я тоже лично с этим сталкивался, и еще год назад, с хвостиком, с небольшим, и сейчас человек просто, ну, в недоумении, о котором ты говоришь, который пришел к ним на сеанс, к его команде, ему провели сеанс, и потом этот сеанс без его разрешения выложили на всеобщее обозрение в интернет с открытым лицом, и добавили к этому сеансу еще короткое видео пояснение, что этот человек вредитель, насильник, масон, там, слуга масонов, и пришел, чтобы им навредить. Человек им принес деньги, человек им заплатил деньги, пришел к ним на сеанс за помощью, а его вот так вот с открытым лицом все на весь мир просто его вот так выставили. Я не знаю, чем это закончилось, но ситуация, если честно, очень, то есть человек там, наверное, сейчас, ну, я даже не знаю, что там сейчас с человеком, но это, во-первых, в мире регрессологии, да, вот я этим тоже занимаюсь, я как бы знаю сто процентов, что никто без разрешения человека не выкладывает его в интернет, то есть то есть сеанс, запись ведется для самого человека и отдается ему, вот вы к нам пришли, мы вам провели сеанс, оказали какую-то, да, там, энергетическую помощь, вот вам как бы на память, чтобы вы потом для себя там пересматривали, детям показывали, внукам показывали, вот вам на память ваш сеанс, что вы за него заплатили денежку, и потом в конце спрашивают, а вот против вы там, не против, и человек такой думает, ну, может быть, если лицо закроете, меня никто не узнает, ну, можно, некоторые еще переживают, что многие смотрят, ну, могут это посмотреть, я не хочу, чтобы меня вообще узнали, вырежьте мои вопросы, мой голос, чтобы только ваш голос звучал, лицо было закрыто, и вообще, то есть, меня никто и никак не мог узнать, с пониманием относятся, что информация важная для других людей, некоторые говорят однозначно, вот прямо еще в самом начале, нет, однозначно нет, однозначно нельзя, и мы, ну, все к этому нормально с пониманием относятся, но вот так, чтобы без разрешения, с открытым лицом, это что нужно сделать, как надо накосячить этому человеку, это еще и обвинение ложное на человека, ну да, я так понимаю, это судебно разбирательство должно быть на самом-то деле на этого человека, личное мое мнение, ну, возможно, он и подаст суд, возможно, я бы прямым текстом пошел за клевету, это, это, как минимум, хороший штраф, почему бы и нет, это выложено в сеть без разрешения, да, да, это же, ну, недопустимо, как бы, клевета, и, вот, такие, так сказать, вред, моральный вред, да, это клевета, это клевета, у нас за клевету, вот, например, в Израиле, вот, лично мой опыт, я был свидетелем в одном деле, человека, сейчас скажу, сколько это в долларах, на 30 тысяч долларов посадили, вот, ну, просто штраф заплатил, за клевету, вот, просто он сказал, где-то смс-ку написал в WhatsApp, отправил другому, наклеветал на человека, что он подает наркотики, что он людям не расплачивается по работе, и пошли в суд, мне прислали эту смс-ку на человека, на одного миллионера, который, там, с подрядчиком не нашли общего языка, и вот. Ну, дальше не совсем по теме, и, действительно, можно и до суда, и я только рад, и в суде объясниться с любым человеком, повторяем, не скрывать нечего, и именно для того, чтобы поставить все точки на ды, я записал этот ролик, записываю, ну, по порядку, предложил следующий порядок, потому что нужно все-таки прояснить, не знаю, сколько затянется этот ролик, но постараюсь быстрее, потому что они уже 15-16 минут говорили, и так, сначала по Паше, потом по Игорю, вот, наверное, это затянется, и потом я объясню позицию по этому Александру, и более того, собственно, вот это, этот ролик является прелюдией ко второму сеансу, где тоже много чего интересного вскрылось, и я объясню, почему я выкладываю даже этот второй сеанс, хотя я его не хотел выкладывать, потому что там одни маты, с его стороны, и так далее, по поводу вот, суда, ну, с моей стороны, возможно, клевета, но это уже не доказано, но я еще поясню кое-что, а с его стороны, там разные угрозы, и прочее, прочее, но это вот в самом сеансе будет ясно, теперь по Паше, более подробно, приступаем к первой части нашего марлезонского балета, в этом ролике, позиция Павла, с Павлом у нас, вот я открыл скайп, чтобы показать всем, был некий сеанс, на любимой планете, у меня все это скачано, там еще другой слипер был, другая Оля, которая тоже, ну, естественно, случайно, начала катить бочку, на, что якобы какие-то там, в Египте были четыре колдуна, которые кого-то заколдовали, ну, в общем, по пути Вики пошла, один момент, я указал на это Паше, ну, зачем мне шум поднимать, Паше говорю, ну, к чему это, потому что, ну, во-первых, у Древнего Египта не было никакого, во-вторых, ну, к чему это, он там еще подхихикнул так, у него же типа четверо, команда, тоже типа четверка, ну, на самом деле уже и не четверка, и люди вспомнились, там еще и Чапаев, и Буденный, еще ряд товарищей, реально, ну, не суть, но это, они сами по себе, у них своя жизнь, уже больше, уже не четыре, ну, он говорит, что привет, эта случайность проморгал и не вырезал, я говорю, цель-то какая, ну, если бы хотел подносать, публиковал бы все, а я вырезаю там, где вы всплываете, враждане кому нужна, но это его была позиция такая, сейчас немножко другая позиция, дальше мы, я говорю 200 лет, ну, мы говорим про реальную историю, что не было того, что там говорят, это было, но не так, как кажется, есть инфо, я не до конца, ну, ну, это ладно, дальше, воевать, мол, не намерен, нам негатив неинтересно, прекрасно, мы договорились, у нас некое джентльменское соглашение было, он начал там юлить, в чем ты уверен, я говорю, все-таки давай еще раз, то есть, ты о нас не говоришь, мы не то, не я, я о тебе не говорю, мол, и не собирались, я говорю, опять не то-то, хватит юлить, и говорили, и собирались, ну, есть информация, повторяю, в третий раз, не о коллегах разговор, есть ты и я, ты впредь, далее ничего не будешь публиковать, и воздержишься, вот даже обсуждение словесного меня и Мона, и мы договорились, я про тебя не говорю, ты про меня не говоришь, и так же не трогаем Мону, и моих слиперов, я не знаю, какие там у него слиперы в тот момент были, договоренность, принято, пока, принято конец связи, и тут вот это вот, что якобы, он сам сталкивался, что человек физически страдает, что физически, что ногу сломал, но он поддакивает, и говорит, что год назад что-то было, ну, я не хочу так огульно, я же всегда детально разбираюсь, я ему пишу, а с чем именно ты столкнулся еще год назад, потому что была фраза, что человек там, физически страдает, физически, он физически, ну, не знаю, голову трезвит, ногу сломал, еще что-то, вот физические страдания, вот, и тебе, не помнишь, ты хотел точно такого же мужика, звали Леонид, опозорить, как говорится, ну, во-первых, это не физические страдания, как он пояснил, ну, как всегда, он немножко исказал ситуацию, то есть, все как в лучших домах Лондона и Парижа, как в целом, ситуацию с этими людьми, только дома пониже, и асфальт пожиже, или, как в анекдоте, да, но не в лотерею, а в карты, и не выиграл, а проиграл, и так далее, и не миллион, а десять, так вот, Паша уже показал себя не мужиком, он не сдержал слова, я ему это говорю, он тут начал наезжать, что свои договоренности, в отличие от меня, не нарушал, стоп, он уже сразу обвинил меня в каком-то нарушении, я о нем ни слова, он мало того, что не признает, мол, сказал бы, ну, извини, ну, вот, погорячился, или там лишнее сказал, и, ну, старался мягко, или так далее, ну, хоть попризнай, а то, ссы в глаза позиция, все божья роса, на родине Игоря Буяновича, который, ну, неважно, такой же Игорь, как, наверное, я, Мойша, но вот на родине Игоря Буяновича, там, где он сейчас проживает, а там ни таких не бывает, там туда пускают только кровных, так вот, это называется хуцпа, называние черного белым, и Паша абсолютно так же начал называть черное белым, он говорит, что свои договоренности не нарушал, потом пошел вообще какой-то бред, от меня и моей команды приходят люди, которые рассказывают, что ты меня в основном, Паша, такого просто не могло быть, масоны принимают умных, ты под этот критерий не подходишь, а тебе я вообще, но дело не в этом, ты первое нарушил слово, ты балабол, второе, Павел, ты отказался признать очевидно, я тебе говорю, дважды два четыре, ты говоришь пять, и третье, необоснованные наезды, я это не публикую, то есть я соблюдаю договоренность, речь договоренности была, ни слова про друг друга, на стриме Игорь озвучил то, что должны знать люди, хорошо, тогда и я озвучу то, что должны знать люди, дальше он то снова начинает юлить в своей какой-то манере, как вошь на гребне, как в какой-то слизняк бесхребедный, каковым на мой взгляд он не является, и является, потому что его позиция как минимум здесь четко показана, и как максимум в сеансах, мне конечно умиляет, когда он говорит, что мы смотрели, мы видели со слипером, это конечно замечательно, мне тоже умиляет, что позиция муха на валу, мы пахали, слипер смотрит, его позиция, раз, два, три, и он думает, что он член команды, ну замечательно, это его точка зрения, на мой взгляд, это мило, как минимум мило, еще более мило, его иная позиция, которая заключается в том, что с каждым слипером, он видит разное, он увидел одно, потом была некая Оля, с которой он пытался, там тоже какаху кинуть, и сейчас уже сам, без всякого слипера, он другие кидает, хорошо, будем играть в игры, ну это и его позиция, начать играть в игры, он уже начал, пришли ссылку, ну пришлю, хорошо, по Паше более-менее понятная ситуация, то есть он отказывается признать нарушение договора, он не издержал слова, и на мой взгляд, он необоснованно многие вещи сказал, он необоснованно обвинил какую-то мифическую мою команду, канал Монада, наверное, потому что все остальное, в общем, тупое, голословное обвинение, еще раз подтверждается, что Паша Балабол, он говорит за всю мир регрессологии, я думаю, он не вправе, у него нет доверенности говорить от всего мира регрессологии, более того, позиция Паши, она на мой взгляд, не обоснована, вот у Нелли более грамотная позиция, она молодец, она не ведется на проверки, подъемки Игоря, Игорь профессиональный гипнолог, но к Игорю мы перейдем дальше, он много чего изучал, но мы его разберем позже, более мудрое, намного мудрее себя повела Нелли, чем Пашу. Паша повелся на разводку Игоря, я понимаю, но можно было иначе как-то. Я допускаю, что Павла могут вести как-то какие-то люди, либо там программа, ну, злые силы, я же параноид, мне можно допускать разные версии. И проблема это, собственно, и была в этом при общении когда-то моего и Павла, когда я пытался его вывести через осознание, включить его в мозги, в частности, был там разговор про анализ сказку о рыбаке и рыбке, там о старике, роль старика, почему так женщина себя повела, как нужно было, то есть, через образы включить мозг, про роль гаража, про собственную позицию, что у мужика должен быть свой определенный гараж, то есть, свое место силы, где он своими вещами занимается, кабинет, гараж, неважно. К чему я это все говорю? Позиция Павла полностью определяется позицией Слипера. Павел первое отклоняется от правды, он знает правду, знает о том, что было 200 лет назад и он отказался от этой позиции сейчас. Это четвертая моя претензия к нему, потому что Павел ведомый человек, его очень легко пробить на манипуляции. Если его легко пробить на психологические манипуляции, как пробил его Игорь, не один раз вот видно сейчас любому НЛПисту, который знает хотя бы как расшифровывается НЛП, ему виден профессионализм. Игорь в этой части он манипулятор великий, и я перейду к разбору чуть позже. Великий это в кавычках. Царказм, юмор для тех, кто пытается снова мои слова как-то переврать и переначать и буквально. Так вот, Паша ведом разными. И, собственно, это и послужило причиной того, что я не смог дальше втроем с ними работать. Слишком много внимания было и на подкачку, на ведение Павла. Даже вот сейчас, несмотря на то, что я оцениваю Мишу как высокого профессионала, даже вот таким профессионалам, как Моне и Миши, необходимо и до, и после сеанса себя смотреть, потому что очень часто, если хотят пробить условно моно, вешают программу на Павла, потому что моно при работе Павлу открывается и клиенту. Но Павлу, в первую очередь, допустим, когда работают с Павлом или Миши, когда работают с Мишей, и принимают те программы, которые идут как бы от него. Но от него не всегда его программы собственно идут. Его и от него это разные вещи. А условно Миша может пропустить эту программу, потому что она не для него, и он не фильтрует ее как агрессивную либо меняющую его сознание. И таким образом что-то пробить, допустим, Мону, пробивы начались еще, когда Мона работала с Павлом. Они шли в основном через Пашу. И проблема была в той паре, почему Мона ушла, потому что на вытаскивание, вытягивание Павла уходило намного больше времени и сил, чем на работу собственно клиента. Им придется не только работать с клиентом, но и смотреть, чтобы через Пашу что-то не прилетело, потому что там просто проходной двор. Так вот, моя пятая претензия, он не профессионал, а четвертая претензия, что зная истину, что произошло 200 лет назад, он отказывается ее признать. Он черное по-прежнему называет белым. Я не знаю, худспайл это или программа или еще что-то. Я не знаю, что он сейчас видит с Нелли, я не смотрел ни одного на сеансы. Я немножко мониторил сеансы когда-то с Ольгой. Ольга пыталась тоже как-то укинуть как бы Ольги нет, ну, она ведьма германская, немецкая, скажем так. Бог с ней умерла, так умерла. Сейчас вопрос другой немножко. Павел знает об утерянных технологиях, Павел знает о реальной истории, он смотрел и сказку из Сочи и мир, который мы потеряли и другие технологии. Он знает, что все буквально, он знает о лазерных технологиях, которыми нас долбили. Это даже не просто лазер, вот такой, я еще по лазерам сделаю ролик. Это не просто лазер был у матки, как в дне независимости, как в игре эндера, который, они сейчас уже довольно мощные, а на больших кораблях, он знает, как нас разбомбили, Паша. это мощный, довольно-таки, ну как мощный, такой слабенький, но вот уже дым идет. И более того, есть те технологии, которые, в общем-то, я уже объяснял Паше, сейчас объясню всем, мы с ним общались, вот эти технологии, например, как работает пикосекундный лазер. Это лазер, который посылает, включается на пико, это одна миллиардная доля в секунду. Вот смотрим, как это происходит. Вот тут появляется вспышка при пробое, появляется вспышка плазмы. Это именно то, чем бомбили нашу планетку. Сейчас поясню. Вот я тоже купил такой же для проверки. попробую. Это слабенький лазер. И он знает об этом. Я сейчас не о лазерах о том-то. О. дым пошел. Вот так работает это все. К чему я все это говорю? Вот эти технологии роевские, вот как в дни независимости показали вот эти лазеры, вот как пробивалось с орбиты. Все открыто, все известно. я говорил и мы общались с Пашей про то, как что не могли Александровскую колонну мужики в лаптях сделать. Вот эти технологии сейчас во что вылились 10 метров вот расстояние пикосекундный лазер. То есть это настолько очень кратко, что создается плазменный шарик небольшой и дальше уже в плазме летит пробой пространства. Причем энергия как бы из-под пространства откуда-то берется, потому что в лазерном луче такой силы нет. Вот простой приборчик бытовой. Тут нет столько энергии для удаления каких-то там татуировок, бородавок и так далее. А вот применение немножко другое, немножко побольше размер. Доборы. Все, дыра и очень глубоко. Это называется пикосекундный лагерь, лазер. О лазерах и о других технологиях я еще сделаю ролик чуть позже. Так вот, все это Паша знал, и он отказался от принятия правды. Он говорит, что он еще не выяснил, причем он с разными видящими слиперами, как он говорит, выясняет разные картины. Он бесхребетник. На мой взгляд, он мало того, что бесхребетник, номер шесть, претензия к нему это то, что он не профессионал. И он не вправе говорить за весь мир регрессологии. Он не всея регресс всея Руси. Это кратко о Павле. А сейчас мы перейдем конкретно по пунктам к Игорю. И для того, чтобы перейти к Игорю, я полагаю, что нужно будет разобрать побольше. Но поскольку все это затянулось уже 35 с чем-то минут, я полагаю, что на этом первая часть Морлезонского балета закончится. Я думаю, что позиции по Павлу я выяснил. Для меня с Павлом работать очевидно, что с Павлом работать нельзя. Для меня Павел это закрытая книга. Я очень рад, что намного мудрее у него Слиперша. Ну, я очень рад, что ей еще не надоело подтирать нос за ним, потому что мы с Павлом тоже работали с Павлом, пытались вытягивать. Я говорю, что она по-своему, я по-своему, через образы. Мы с ним не один раз общались на эту тему. Я пытался что-то ему объяснить, говорить, мы общались. Нельзя сказать, что я так снисходительно сверху как-то и бросил его. Нет, обучение было, объяснение было, помогал, вот я к чему все это объясняю. были разборы роликов уже тогда, психологические вещи некоторые мы ему объясняли и так далее. То есть у меня нет такого снобизма, понтов и прочее, и никакого негатива к нему не было. Наоборот, пытался и в некоторых даже сеансах это было выложено. Но вот его нынешняя позиция мне совершенно непонятна. Как в случае, наверное, с Викой не делай добра, не получишь зла. Потому что канал «Любимая планета» с 300 подписчиков, то там 15 с чем-то был раскручен именно каналом «Целенозор». Именно сеансами с МОНО. Первый сеанс был еще в январе 2020 года, когда я ему написал. Ну, понятно, что мы бы с МОНО и так бы как-то иначе встретились и прочее нас вело. Но, тем не менее, вот она благодарность за все, что было, скажем так. Ну, это его позиция. Добра ему, но для меня Павел закрытая книга. Все прочитанное, неинтересное, перелистанное, перевернутая страница. Поскольку рассмотрение пункта 2 анализ творчества, скажем так, Игоря Буяновича затянется, сейчас уже 38 минут разбора. Достаточно для первой части. Кто желает, посмотрит вторую. Это довольно интересно. И там я объясню тоже, как в анекдоте. Не выиграл, а проиграл. И не в карты, а в лотерею или наоборот, и так далее. Как в том анекдоте. На самом деле, все не так, как рассказывает Игорь Буянович. И не Паши судить о той ситуации, в которой он, как свинья в апельсинах, ничего не знает и не понимает. Год назад была другая ситуация. Он меня обвиняет, что он там что-то отстаивал. Блин, год назад не было никаких сеансов на канале Монада. Год назад он решал, кого публиковать и чего публиковать. Я предложил, действительно, был один такой взлом, и я предложил сделать разбор этого взлома, чтобы показать людям, как можно влиять, скажем так, дистанционно через одного человека на других. Да, это было, но Паша абсолютно все переврал, как и сейчас. Итак, кратко. Паша, первая, не сдержал слова. Два, Паша, не профессионал. Три, Паша, проявляет агрессию необоснованную, не первый раз. Далее, Павел, немножко бесхребетный, не имеет своей позиции. Хотел бы я посмотреть ему в глазки, когда он говорит, что он сдержал слово в его вот, немножко залитые жиром эти глазки. Паша, блин, как можно, я вот не понимаю, как можно, договорились, не говорить, он говорит, и говорит, что он сдержал слово, я вот не понимаю. поэтому с этим человеком у меня закончено, и всем категорически не рекомендую смотреть канал Любимая планета, ибо там нечего смотреть, если это Паша. К Нелли это не относится, чуть позже я покажу, как она хорошо уходит от провокаций Игоря. А Игорь, профессиональный гипнолог, психолог и так далее, но тоже, опять же, Игоря мы разберем во второй части этого ролика. Всем добра, спасибо, и кто хочет, смотрите продолжение про Игоря Буиновича и канал Кто Ты. И там мы разберем, и там я задам вопрос, кто ты, Игореша, и постараюсь ответить, дать свою версию ответа на этот вопрос. Добра.